Последние 13 секунд третьего периода. Исход матча уже, казалось бы, решен, но сборная Кыргызстана не жалеет соперников. Лучший бомбардель чемпионата Момент Сейфулов забивает 18-ю шайбу и становится рекордсменом по голам за один турнир. Национальная сборная Кыргызстана становится чемпионом мира третьего дивизиона группы «Б». Национальная команда по хоккею разгромила всех соперников на чемпионате мира. В пяти матчах турнира они забросили в общей сложности 76 шайб, а пропустили лишь пять. Больше всего в матче против сборной Кыргызстана пострадали команды Малайзии и Ирана, которые пропустили 22 и 18 безответных шайб. Также Кыргызстан обыграл Сингапур 14-2, Боснию 10-1 и Гонконг 12-2. Сегодня чемпионы мира третьего дивизиона вернулись на родину. Стоит отметить, что национальная сборная Кыргызстана в домашнем чемпионате мира в прошлом году стала чемпионом четвертого дивизиона, обыграв все команды. Как отмечает сам тренер, такой результат обусловлен высоким классом игроков и хорошей командной игрой. Если старт чемпионата у нас получился скомканный, то с каждой игрой мы набирали-набирали сыгранность, появлялась какая-то уверенность. И самое главное, в конце я как тренер, который уже три года, третий раз уже с командой работаю, я увидел команду. Когда все три звена способны заменить друг друга, забивали все. Но я думаю, что наш уровень нашей команды превосходит по этому такой счету. Как с чем связано? Ну просто мысль у него. Лучшим бомбардиром турнира стал 20-летний крыгстанец Мамед Сейфулов, который забросил 18 шайб и сделал 10 результативных передач. Нападающие национальной сборной отмечают, что спортсмены летели на турнир с твердым желанием победить и перейти в группу А третьего дивизиона. Ну положительные эмоции, впечатления от самого чемпионата сложились очень хорошо, весело. Ну у нас цель была это проходить на дивизион выше. Мы летели туда уже как бы понимая то, что нам надо проходить такую подготовку. У нас были сборы, мы в принципе были хорошими формами. Директор департамента физкультуры и спорта Ханат Шабдамбаев отметил, что хоккей является достаточно затратным видом спорта. Тем не менее в этом году на его развитие выделяется достаточно финансов, отметил он. В этом году бюджет увеличен почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы готовимся к Олимпиаде. На каждый вид спорта у нас хватит финансирования. Наши спортсмены участвуют практически в каждом международном турнире. К Олимпиаде 2024 года мы сможем отправить спортсменов по 30 видам спорта. Победа в этом турнире позволит сборной Кыргызстана в следующем году перейти в группу А третьего дивизиона. В этом году в апреле данной группы сыграют сборные Туркменистана. Китайского Тайвея, ЮАР, Люксембурга, Таиланда и КНДР. Сеймур Мусаев, Дянадиль Абуба, Кирулу, ЛТР, Чуйская область. КОНДР. 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 КОНДР.